Всем привет! Здравствуйте! Как мы попали в Австралию в 2022 году? Мы беженцы с Украины. Хочу с вами поделиться, как все здесь происходит, как мы сюда попали, как прилетели. Все началось с того, что мы уехали с Украины за неделю до войны. Посчитали, что можно выехать, потому что мы чувствовали, что будет война. Убежали в Португалию. С Португалии нас пригласили друзья в Австралию, в Тасманию. Что они делали? Они запомнили все анкеты на 600-ю весу. Помогли купить билеты. Билеты обошлись нам очень дорого. Они сказали, что сюда можно приехать на 600-ю визу и здесь ожидать уже от правительства решений. Когда мы попали, летели из Португалии два дня. Мы очень устали, а климатизация была здесь очень жесткая. Неделю мы отходили, перестраивались с дня на ночь. Вот. Как все происходило? Если вы приезжаете в Австралию, не знакомы, не крупства. Тут все стоит очень дорого. Очень дорого. Поэтому жилье стоит минимум 1500 долларов австралийских. На наши это где-то 1200 долларов. Еда здесь тоже дороже, чем в Европе и в Украине. Транспорт тоже дорого. Поэтому здесь есть много организаций, которые могут вам помочь с едой, питанием. Вот. Остальное мы должны решить для себя. Первое, что мы сделали, это много организаций, которые помогают с едой. Это церковные организации и обычные организации, которые помогают австралийцам здесь, которые не имеют возможности работать или по каким-то другим решениям. Вот. Здесь очень хорошие люди. По скорости, помощи, очевидным. Они всегда помогают это. Приносят сертификаты на еду, сертификаты на одежду, помогают с едой, помогают с жильем. Здесь хорошо относятся к беженцам, ко всем беженцам. Здесь комфортно. Вот. Вот. Но сама правительство, пока у тебя нет никакой визы, удар 449-й или другой, то ничего тебе не поможет. Я думаю, что вы знали. Надо рассчитывать только на те организации, которые не относятся к правительству. Когда вы получите визу, тогда, да, вы получите преимущество. Вот. Мы здесь уже находимся месяц. Благодаря людям, которые помогают нам здесь, мы себя чувствуем хорошо, не кинутые. только это люди, не правительство. Поэтому на данный момент, это сейчас 18-е число 4-й месяц 2022-го года, мы ждем визу 449-й для украинских беженцев. Мы заполнили форму. Там быстро. Она дается тем людям, которые уже находятся в стране Австралии. И это переходящая виза, которая позволит уже перейти на визу 400, на 789-ю визу, которая на 3 года позволит здесь работать, медикер, помощь финансовая. Там что-то я слышу, что на человека 1100 долларов австралийский. Вот. А что еще хотел бы поделиться про Австралию? Так как мы на материке были очень мало, это буквально 9 часов, мы в основном находимся на острове Тасмане. Это возле Австралии, город Хобарт. Мы жили в большом городе в Киеве. Поэтому для нас город – это тяжелый Киев, тяжелый город, потому что там много людей, много машин. А Тасмане – это тихий, спокойный, горная местность, спокойная для жизни, для детей, в будущем. Нам очень здесь нравится. Люди хорошие, отношения людей – это наше место. Кто любит большие города, то это не ваше место. По поводу финансов, еды, где их брать? По туристической визе 600 вы не сможете здесь работать, потому что если вы пойдете работать и узнают, это обозначает, что вас лишат всех прав и запретят здесь жить и дальше подаваться на визы. запретят вес на очень большое количество годов, чтобы сюда приехать и опять подаваться. Запрет будет. По поводу еды. Еще раз скажу, что много организаций, которые вам не даст пропасть, быть голодными, ни на острове, ни на материку Австралии. Вы будете всегда сыты, всегда сыты, если у вас даже денег не будет. Жилье – это уже все зависит от того, где вы находитесь и как вам будут помогать люди. В основном здесь помогают беженцам, жильем. В основном приезжают сюда к родственникам, кто-то к друзьям. Ну, это ж не выход все время быть на шее у друзей и в родственниках. Поэтому приходится ходить по организациям, просить помощи, потому что такой наступил момент в жизни, который ты взял, закрыл в квартире двери, взял ключи, два рюкзака и уехал. Ничего не продал, ничего не планировал, что ты будешь в Австралии. Мы сюда не планировали попадать. Но так как началась война, мы поняли, что будущего для ребенка пока в Украине нету и для нас, поэтому мы приняли решение приехать сюда и остаться здесь жить. Поэтому я не знаю, как оно будет дальше, через три года, когда мы получим визу и проживем здесь. Но мы не надеемся, что мы здесь останемся на всю жизнь и надолго, потому что это сложно оставить все то, что ты накопил за всю жизнь дома, своих родственников, свою семью, попрощаться с ними, закрыть двери, оставить, ну, все, автомобиль, квартиру, вещи, которые накопил, все оставить и попасть в другую страну и начинать все сначала. Потому что это без плана, это ты морально не подготовлен будешь, это ты вообще, ну, не планировал сюда попадать. Но судьбой так сделано, чтобы ты сюда попал и здесь жил. Поэтому у нас такая судьба, это наш путь, который мы выбрали и будем идти. Поэтому вот так. Какие у нас планы дальше? Дальше мы ждем визу и ищем работу и начинаем работать. Кстати, хочу еще сказать, если вы едете сюда с детьми по поводу садика, не знаю, как там будет дальше с визами по поводу садика и помощи садика, но здесь очень дорогие садики. Стоимость одного дня в садика от 120 долларов до 150 австралийских долларов в день. Поэтому вы тоже должны рассчитывать, что даже если работать, то надо понимать, куда ребенка оставить и с кем его оставить. Еще такой вопрос по поводу жилья. Ну, в общем, я подсчитывал, что одна зарплата работающего человека, это уходит, допустим, 5 тысяч долларов вы здесь заработали, это уходит на еду, на садик, на оплату жилья, ну, и на мелкие растраты. Вторая зарплата, это может оставаться для накопления. Вот. Но запомните, если вы хотите сюда попасть и податься на гуманитарную визу 449-й, потом 789-й для убежденцев Украины, то вы должны быть здесь. Сначала сделать туристический, за свои деньги прилететь сюда в Австралию, найти жилье. Это большие растраты, вы должны это рассчитывать. И на будущее вы должны понимать, вы хотите жить здесь или уехать назад в Украину. Если назад в Украину, то я думаю, что ближе лучше к Европе туда, там находиться и там жить. И тогда уже планировать возврат в Украину после окончания войны. Вот. Вот такая история получилась. Поэтому, да, красота здесь, но надо думать, продуматься вариантом. А вперед! Все, всем пока! Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok